приветствую всех на моем канале с вами елена и сегодня мы в гостях у замечательнейшего человека спортсменка активистка прям вообще золото не человек человек душа оксаночка сегодня я у тебя в гостях и хочу зрителям рассказать кто ты что ты но в общем ты сама расскажешь расскажи пожалуйста себе немножко здравствуйте уважаемые зрители меня зовут оксана я работаю социальным педагогом но насчет спортсменки это конечно преувеличено но все равно я люблю рукодельничать я разносторонний человек как могу вышивать так могу и вязать но больше всего я люблю вышивать кто тебя научил я увидеть однажды к моей маме приехала подруга и она привезла фотоальбом с вышивками своими у меня это так загорелось я решила попробовать первая моя вышивка это была ваза подсолнухов расчерченная канва карандашом да так это жирненько что когда я вышила постирала то до сих пор уже прошло года четыре наверно я перестирывал эту работу карандаш так и и не стирался а кто тебя ниточками снабжал в то время в то время но я их покупаю в минусинске у нас был магазин я покупала там потом ездила в абакан у знакомых перекупала как-то у меня вот и под собрался мешочек ниток мешочек да это это точно мешочек так вот тут у нас помощница есть это называется тося тося покажись в кадр красотка вот кстати запасы небольшие пока так дальше оксана расскажи вот твои мечты по поводу вышивки какие-нибудь есть там продвижение может быть что-то научиться чему-нибудь хочешь кроме вышивкой крестом что еще хочешь кроме вышив крестом я бы хотела попробовать все-таки смешанную вышивку как бисером так и и нитками то есть крестом я видела такие работы меня не тоже заинтересовали но я еще не пробовала у меня в планах ну может быть через год потому что есть работы которые надо завершить вышить как раз таки лошадей и там есть как раз вот и бисер ну конечно там больше всего мулины бисера мало но в планах все-таки попробовать где больше бисера если получится вот первая вышивка значит я продолжу вот на заднем плане я вижу тебя работал что-то и я оформляю в багетной мастерской недалеко от своего дома там мастер меня знает и я принесла вышивку сказала на усмотрение мастера не оформляет а кроме вышивки ты говорила что вяжешь да я попробовала значит посмотрела на канале youtube мастер-класс светланы берсановой и решила а смогу ли я я смогла я вышила детский вышивка я связала детский комбинезон просто получилось ну планирую его возможно подарите малышам дом малютки меня такая ну такое желание подарить этот комбинезон там есть брошенные дети ему пригодится а ты вот как считаешь ты сама по себе какой человек вот самые твои черты характера какие но не так чтобы вот допустим я вот такая хорошая такая прилежная вот я я я так вот сама себя как ты характеризуешь как человек требовательный человек скорее всего конечно через пять минут моей требовательности уходит куда-то на задний план и я готова прощать всем все но в первую очередь я требую и то есть человек который меня понимает мне когда понимает мне больше нравится я всегда студентам своим говорю что я люблю когда мне не обманывают очень горькая правда чем вот красивая ложь я знаю оксана что ты также как я хомячишь если бы тебе подарили денежку куда бы ты потратила на вязание или на вышивку я пошла купила себе поменять станок у меня сейчас поселок разобранный стоит хочу поменять настичь смарт а у тебя была когда-нибудь такая мечта открыть курсы по вышивке допустим также вот со своими студентами дачи девчонок уже у меня такая мечта была я даже составила программу кружка но в связи наверное с загруженностью на работе потому что я бывает да очень допоздна бываю на работе у меня не получается пока возможно ну и все-таки в перспективе продолжите вот работу над этим кружком и все-таки причем есть желающие девчонки которые ждут что будет работать этот кружок а сама хочешь вести канал ну в мыслях у меня такое было но пока вот у меня нет времени да оксаночка время нет я точно нету загружена ты в общем дорогие зрители я в описаниях внизу в инфобоксе оставлю ссылку на страничку в одноклассниках оксаны там очень много у нее фотографии работы и как вышитых так и связанных а также оставлю канал стана берсанова по мастер-классу которому оксана вязала кстати она не сказала что она по этому же каналу оксана берсанова вязала еще и платье но она не не довязана там немножечко чуть-чуть осталось и вот как-то я его опять задвинула на что-нибудь зрителям нашим можешь сказать пожелание какое-нибудь я бы хотела все-таки сказать если у вас получается рукодельничать творите это такое добро это столько позитива вот работа у меня как бы больше с негативом связано я все вот отдаю вышивки я успокаиваюсь можете творите это так греет душу это радуешься когда у тебя все получается и мне даже нравится когда мои работы участвуют красноярске на краевых выставках ежегодно причем в дк профобразования то есть это дом культуры для работников профессионального образования вот кто из красноярска девочки как узнаете что у вас на выставке проходит можете посетить партнягина оксана сергеевна участвовать там иногда оксана конечно сейчас уже как бы завершению надо видео но ты сказала что если получается а у тебя если не получается как-то дальше действуешь я человек упорный скорее всего если у меня не получается распускаю и заново начинаю не получается снова распускать до тех пор пока у меня не получится вот в этом отношении оксана мне было тебе получится честно оксаночка очень много у меня научила вышивки она меня подсадила на вышивальную иглу и поэтому у меня возникло желание и вас тоже с ней познакомить и до сих пор мы с ней общаемся и по скайпу и в гости и к ней приезжаю и обмениваемся и схемами и ниточками и опытом опытом конечно вышивки большую не уберу оксаночка спасибо тебе большое спасибо вам что посетили меня всем пока пока